Американцы считают французскую команду последней сборной Африки на ЧМ. Атлантича, Франция. 14 июля 2018 года. Атлантика, что эти споры говорят нам о восприятии вопроса афроамериканцами. Не проецируются ли американские проблемы на Францию? Франсуа Дюрпер, прежде всего, стоит отметить, что классический футбол не пользуется большой популярностью в США. Там больше говорят о бейсболе и американском футболе. В то же время, это спорт мигрантов. Раз речь идет о международном спорте, мигранты в США, безусловно, поддерживают ту или иную национальную сборную. Это относится как к латиноамериканцам, так и афроамериканцам. Кстати говоря, многие смотрели матчи Мексики, которая пользовалась там наибольшей популярностью во время чемпионата. Мигранты из Нигерии следят за успехами нигерийской сборной. То же самое касается сенегальцев и так далее. Таким образом, мигранты вспоминают свои корни, причем это совершенно нормально в США, где людей объединяет национальная и этническая гордость. Американский нигериец может поддерживать сборную Нигерии и в то же время быть верным США. Как бы то ни было, все африканские команды выбыли в первом туре чемпионата. В результате афроамериканцы стали поддерживать команду, которая ближе всего к их корням, то есть Францию. У 12 из 23 игроков французской сборной африканское происхождение. Причем это люди из самых разных стран. Камеруна, Мбаппи, Комга, Мали, Канти. Большой выбор. Это стало заместительной идентификацией. Теперь французы защищают африканские цвета. Почему во Франции к этому относятся иначе, чем в США? В чем причина разницы в подходах? Мультикультурализм стал в порядке вещей. С 1998 года менталитет изменился. Все стало более естественным. К тому же, никто особенно не напирал на мультикультурализм сборной Франции в этом году. Сегодня можно быть родом откуда угодно и представлять Францию. Внутренние культурные перемены во Франции стали чем-то настолько обыденным, что журналисты больше не заостряют на них внимание. Доказательством тому служит сравнение с США. Больше никто не задается вопросом, сможет ли сборная Франции примирить сообщество. Кроме того, это связано с поколениями. Национальность игроков больше не играет роли. По крайней мере, куда меньше, чем раньше. Никто больше не задумывается, отражается ли национальность на верности футболистов. В частности мне вспоминается критика, целью которой в прошлом был Бензема. Теперь никого не волнует, поет Лимбаб и Марсельезу.